Александр, каждый человек рано или поздно представляет, какой может быть будущая война. А какой вы её представляете себе? Какие причины её начала кажутся вам вполне реальными? Есть ведь известная песня «Хотят ли русские войны?» Да, и уже всем понятно, что хотят. Что потребность России в войне очень высока, поскольку её роль в мире, в общем, совсем не так велика, как представляется самим русским. Её роль в науке, вклад в цивилизацию далеко не так значительен, а чаще всего и незначительна. Всегда эта война ведётся преступными в отношении собственного народа методами. Она всегда идёт через избыточные, в десятки раз избыточные потери, и умение расходовать солдатское мясо безоглядно. Да, вот, по сути дела, таково происхождение почти всех русских побед. Мы это просто видим на каждом шагу, и я помню то изумление западных, французских и английских стратегов в Первую мировую войну, которые были поражены тем, что, оказывается, в русской армии не ведётся учёта потерь. Вообще не ведётся, да? И мы сейчас, когда пытались выяснить, во сколько солдатских трупов обошлась Первая мировая, мы получили, в общем, цифру в 3 миллиона весьма условную. И имеем право в ней сомневаться, потому что всё равно подсчёта нет. И вот эта вот тенденция вести войну только, а причём вот здесь, вот здесь, я никому не позволю себя переспорить, потому что я лучше всех знаю тему. Я видел, как Россия ведёт войну, я щупал эту войну и был на ней. Я видел, что да, она делается только солдатским мясом, она делается только безоглядным, хамским, бесстыжим расходованием человеческих жизней. И не ради каких-то стратегических тонкостей, не ради каких-то высоких целей, а просто потому что мяса много. Я видел эти впустую убитые жизни. Я видел людей, которые погибли даже не за режим, и ни за какую, ни за родину, а по прихоти режима. И я понимаю, что другой тактики, скорее всего, кроме вот этой трупообразующей, у России нет. По крайней мере, в неё поверить очень трудно, в то, что она есть. И не думаю, что следующая новая война может быть сконструирована с российской стороны по какому-то другому принципу. Просто нету традиции. Так воевал Суворов, который бросал своих раненых во время своего альпийского похода, не щадя, не жалея, не считая. Так воевал Кутузов, который спокойно бросал десятки тысяч раненых, отступая с Бородинского поля. Так воевали всегда. Так воевали на Невском пятачке, где зачем-то положили 250 тысяч человек, из них строили из мёрзлых трупов, строили контрфорсы, баррикады и защитные сооружения. Мы видим, что это есть основное лицо русской войны. Будем откровенны, мне самому неприятно это говорить. Любая война не подарок. И кто бы её ни вёл, у каждого этноса есть свои привычки, свои особенности, и у каждого они совершенно омерзительные. Последнее время, в особенности после каждого крупного террористического акта, стало привычным говорить о войне цивилизаций. Александр, а насколько, по вашему мнению, это соответствует действительности? Нет, нет, это ещё не война. Мусульманский мир не настолько силён, чтобы противостоять Европе и цивилизации. Возможно, пройдёт 50 лет, им удастся купить много учёных, много технологий, организовать армии. Тогда это будет другой разговор, но пока об этом рано. Мы говорим только о терроризме. И, конечно, это единственное удовольствие, которое они могут себе позволить на этот момент. Но это нормальное следствие любой религиозности, а не бывает религиозности без терроризма. Христианство тоже устраивало террор во всём мире. Кровавое, жестокое, беспощадное и в отношении собственного народа, и в отношении иноверцев, и инославных. Мы видим, что там, где есть идеи, там обязательно есть терроризм. Злоба, невежество и агрессивность. Ни в каком языке три слова в одном не могли поместиться, а вот в России появилось такое слово «духовность». Мы теперь знаем, что это такое. Но тогда-то это слово выглядело совершенно другим. Мы же не понимали его природы и не понимали последствий. Мы, как малые дети, не обращали внимания на то, что так называемая православная Святая Русь держалась на множестве законов уголовных уложений о карающих за малейшее отступление. Мы же не понимали, что механизм духовности заводится не пальчиками ангелов, а рукой городового. Что всё насквозь жандармское, что всё насквозь в этой духовности казённое и безжалостное. Мы же жили абсолютными иллюзиями. Кто-то вылечился от этих иллюзий, а кто-то не смог. В эфире программа «Петербург. Свободы». Сегодня о природе войн, о причинах их возникновения, о том, угрожает ли кто-то России и способна ли Россия сама начать войну, мы беседуем с известным петербургским публицистом, писателем Александром Невзоровым. Вы сказали, что утром начинаете смотреть новости в интернете с холодком в спине, допуская вероятную возможность каких-то глобальных перемен, в том числе войны. Воинствующие адепты так называемой русской идеи постоянно говорят о растущей военной угрозе России со стороны чуть ли не всего остального мира. Как по вашему мнению, действительно ли кто-то может начать против России войну? Я не думаю, что нам угрожает война. По одной простой причине. Русская армия как не была способна воевать, так она и не способна. И вот эти все пугалки для СМИ со всякими смеющимися эскандерами, ну давайте их и оставим. Пусть они звучат из натруженного рта Киселева. Мы не будем этого касаться. Я не думаю, что что-то могло произойти с этой армией, с чеченской поры. Мы видели, как огромную, очень дорогую в содержании миллионную армию вертела Чечня 3000 дилетантов, которые, собственно говоря, тогда выступили за свою Ичкирию. И они сделали эту армию. Сделали легко. Вот я подозреваю, что ничего принципиально не изменилось. И не только не подозреваю, я вижу позор русской армии в Донбассе. Я в свое время много усилий предпринял для того, чтобы осуществилась Приднестровская республика. Будучи героем этой республики, действительно много сделавшим для нее. А я вижу, какой это была бредовая идея. Что в результате мы получили маленькое, убогое, депрессивное государство с пластмассовыми деньгами, с дегенеративным законодательством, отрезанное от развития, от элементарных возможностей, которые должны быть у любого человека. И вот этот сепаратизм, который мне был так любезен, я как бы поставил эксперимент и убедился в том, что лучше в это не играться. Потому что в лучшем случае мы на месте Донбасса получим второе Приднестровье, то есть вторую, вот такую же страшную, деградирующую и никому не нужную конструкцию, которая обречет за что-то миллионы людей. Мне бы не хотелось, чтобы это повторилось. Поэтому я, скажем так, смотрю за трагедией русской армии в Донбассе, будем называть вещи своими именами, им не удалось. Уж по что, ну по что была декоративная картонная армия украинцев, и то об них сломалась, значит, это имперская русская военная машина. Поэтому я не думаю, что у России есть хотя бы минимальная возможность вести какую-то войну. Александр, в этом году исполняется 100 лет февральской революции и большевистскому перевороту, которые перетекли в гражданскую войну. Вы не наблюдаете сегодня в России идеологического противостояния, которое тоже может перетечь в гражданскую войну? Идеологическую войну видите сегодня в стране? Ее нет. Мы можем утешаться чем? Что является самым лучшим известием сегодня для каждого нормального человека? Это известие, что все те пламенные идеологи, все пропагандисты русского мира, все православные... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова